35 на 35. Россия и Украина обменялись заключенными. В Москву в частности прилетели журналист Вышинский и военный ДНР Цемах. На Украину вернулись моряки и режиссер Сенцов. Обмен приветствовали в США и Европе. А что же дальше? Обмен состоялся. Что дальше? Россия и Украина произвели обмен заключенными по схеме 35 на 35. Что теперь поменяется в отношении двух стран? Издвинется ли с мертвой точки урегулирования в Донбассе? Комментарий Георгия Буфта. Освобождение украинских заключенных было одним из предвыборных обещаний президента Зеленского. И он не применил подчеркнуть факт его выполнения, отправившись в аэропорт Борисполь, поприветствовав каждого всходящего с трапа самолета лично. В подмосковном Внуково, в отличие от Киева, не было замечено никого из российских официальных лиц. Даже амбуцвумен Татьяны Москальковой. Разве что глава МИА России сегодня Дмитрий Киселев приехал встретить коллегу Кирилла Вышинского. Других не встречал никто, кроме прессы, которые, впрочем, не дали особенно развернуться. И если в Киеве своих встречали как героев, то в Москве все прошло в стиле спецопераций. Российская сторона даже не спешила опубликовать полный список освобожденных. По прибытию в аэропорт их посадили в затонированные автобусы и увезли. Косвенно это говорит о том, что сам обмен готовился трудно и мог сорваться в самый последний момент. Как это, возможно, уже произошло в конце августа на фоне появившихся тогда слухов. Закулисные переговоры шли до последнего момента. Свидетельством к чему, возможно, стала неожиданная поездка главы оппозиционной партии за жизнь Виктора Медведчука во Владивосток на Восточный экономический форум, где присутствовал Путин. Медведчук уже давно пытается посредничать в деле обмена заключенными, а вот на Восточный экономический форум он, отродясь, кажется, не ездил. Вероятно, этот многочасовой перелет потребовался для согласования последних деталей и фамилий на встрече с кем-то из представителей высшего российского руководства. Возможно, с самим Путиным. До последнего не было ясно, по какой схеме пройдет обмен. Либо 33 на 33, либо 35 на 35. Судя по всему, Москва не очень хотела отпускать на волю Олега Сенцова, но в свою очередь очень хотела заполучить обратно бывшего командира ПВО, самопоразглашенный ДНР Цемаха, причастного, по версии некоторых расследователей, к поражению малазийского Боинга из установки БУК в июле 2014 года. Так или иначе, но от успеха обмена, особенно 24 украинских моряков, во многом зависит результативность предстоящей в сентябре встречи в нормандском формате в Париже, где Зеленский и Путин впервые встретятся лично. Стоит ли ждать вслед за обменом заключенными прорыва в мирном урегулировании? Вот именно прорыва возможно ждать как раз преждевременно, однако вполне возможны некоторые подвижки, прежде всего в деле разведения вооруженных сил противостоящих сторон, а также закрепления режима прекращения огня. Далее неизбежно встанет вопрос о том, готов ли Киев к выполнению минских соглашений в их нынешнем виде, включая амнистию участникам боев со стороны ЛНР и ДНР и подоставление широкой автономии Донбассу, или же будет настаивать на ревизии этих соглашений, в чем, скорее всего, будет поддержан американцами. Впрочем, для демонстрации хоть какого-то прогресса в урегулировании уже и вышеперечисленных мер вполне достаточно. К тому же число взаимно удерживаемых заключенных со стороны России и Украины намного больше 35, так что еще есть кого менять в будущем. Омбудсмен России Татьяна Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дела в отношении обмененных граждан. Обмен с заключенными состоялся в субботу по схеме 35 на 35. Она встретилась в субботу днем с освобожденным на Украине журналистом Кириллом Вышинским. Журналист приехал поблагодарить омбудсмена за помощь в освобождении. Москалькова отметила, что по ее мнению этим обменом была открыта новая страница в истории отношений народов и государств в отношении к правам человека. Президент США Дональд Трамп в субботу поздравил Россию и Украину с проведенным обменом удерживаемыми лицами и выразил надежду на то, что он станет первым гигантским шагом к миру. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Твиттере. Россия и Украина провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны, написал президент США. Вышинский и Сенцов вернулись домой. Долгожданный и беспрецедентный обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся. И в Москве, и в Киеве ожидают, что обмен продолжится. Звучат прогнозы, что произошедшее – большой шаг на пути к восстановлению отношений между странами. Подробнее Алексей Доронин. Процесс обмена стартовал утром в субботу. По словам Владимира Зеленского, перед этим он провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Примерно в 10 часов утра информагентство сообщили. Из Сизоли Фортова во Внуково выехали два автобуса, в которых находились удерживаемые граждане. Практически синхронно свой путь из санатория для сердечников под Киевом начал автобус с россиянами. Он направлялся в аэропорт Борисполь. Почему граждане России удерживались именно там, комментирует военный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Совершенно синхронно сегодня, когда автобусы выехали из Ефортова. В это же самое время автобусы выехали из санатория для сердечников под Киевом, где последние несколько недель содержались и собирались люди для обмена. Может быть, киевские СИЗО переполнены, и там как бы свозить всех мест не хватало. Поэтому был выбран этот санаторий. Там была достаточно жесткая охрана, то есть режим был полутюремный. Выйти с территории этого санатория люди не могли. И вот там они охранялись, насколько я знаю, спецназом ФБУ Альфой. Обмен проходил по схеме 35 на 35. Так России передали бывшего зенитчика из ДНР Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении малазийского Боинга. Эксперты сперва сомневались, что украинская сторона согласится на обмен. Однако позже Зеленский рассказал, что перед отправлением Цемаха уже допросили следователей из Нидерландов. Также во Внукове ждали главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Перед вылетом он сделал селфи на фоне самолета с подписью «Летим домой». Ту-204 в аэропорту Борисполь и Ан-148 во Внуково поднялись в воздух в полдень и приземлились, опять же, практически синхронно, примерно в 13.30. Момент выхода из самолета во Внукове федеральные каналы транслировали в прямом эфире. Россияне спускались по трапу, нагруженные сумками, улыбались и махали журналистам. Одним из последних Ту-204 покинул и Кирилл Вышинский. Вот что он рассказал телеканалу «Россия-24» по возвращению домой. Это просто эмоции, это звуки, это листья, это запахи, это ощущение абсолютного эмоционального комфорта. Это то, что очень сложно изложить словами. Планы простые, я точно буду продолжать участвовать в судебных заседаниях. И, наверное, это сейчас главный план на ближайшее время, потому что закончился только какой-то этап. Я на свободе, но я по-прежнему в суде, я по-прежнему в процессе, я хочу доказать свою невиновность. Я хочу, чтобы это суд признал. Напомню, что в мае 2018 года гражданина Украины Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В Борисполе освобожденных украинских пленных встречал президент Зеленский. Также, помимо журналистов, украинцев встречали их близкие, которые благодарили президента за помощь в освобождении. Среди освобожденных 24 моряка, задержанные в Керченском проливе. Кстати, судебный процесс по ним не окончен. Страны договорились, что моряки продолжат давать показания по крымскому инциденту. Кроме них, в Киев также вернулись 11 украинцев, в числе которых режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм. Перед обменом его помиловал Владимир Путин. Зеленский заявил, что возвращение украинцев из России – это радостное событие. Первый шаг к приближению возвращения всех пленных. О том, что формула обмена всех на всех должна быть реализована, заявил и глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. То, что мы должны реализовать идею обмена всех на всех, это, я думаю, самое правильное. Причем я бы обратил внимание на то, что лидеры наших двух стран, они нашли развязки практически всех сложных ситуаций, юридически сложных ситуаций, которые в этом деле были. У нас очень много накопилось проблем в отношениях между Россией и Украиной. И надо все их постепенно, спокойно урегулировать. Не обострять и не пытаться одним махом разрубить этот диффузел. Его нужно спокойно развязывать. То, что произошло сегодня, очень важный шаг. По словам сенатора Франца Клинцевича, новая украинская власть показала, что с ней можно вести переговоры и приходить к компромиссам. А глава комитета Совета по международным делам Константин Косачев выразил надежду, что за обменом последует окончание гражданской войны на Украине. Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, напротив, не видит предпосылок для перемен. Сейчас возникает вопрос, действительно, а что дальше? Потому что этот шаг важный, действительно, такой фундаментальный. Да, действительно, это можно назвать первым шагом, но вопрос, а будет ли второй, третий. В том, что состоится обмен, никто в серьезных сомнении не высказывал. А вот дальше другие шаги, которые предусмотрены теми же Минскими соглашениями, будут ли они реализовываться, большой вопрос. Зеленский нуждается в этом больше, ему необходимо заявлять, что он приступил к реализации своих предвыборных обещаний. Это улучшение отношений с Россией. И вот, пожалуйста, вам обмен заключенными. Так что, с точки зрения пиара, да, господин Зеленский в этом больше нуждается. Произошедший обмен канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала подающим надежду. А президент США Дональд Трамп отметил, что Россия и Украина сделали первый, но очень большой шаг на пути к миру.